Всем привет! Продолжаем играть и размышлять. Ну не размышлять, а зачитывать информацию о разработке программного обеспечения из книги Совершенный код Стива МакКоннелла. Поэтому, кто еще не купил, бегите в ближайший книжный магазин и если там есть эта книга, покупайте. Так, так, в прошлый раз я тут что-то делал, что-то делал и сбегаю-ка я сюда. А, я уже не помню, что я делал. Ладно. О, сейчас я в подвальчик зайду. Что это в подвальчике? Ух ты, в подвальчике. В подвальчике. Закрыто. Хорошо, у меня вот есть... А, часы какие-то намутил непонятные, да какие-то дорогие, старые. Ну, я думаю, я разберусь со временем, что это за часы. Так, мне надо взломать эту дверь. Во, взломал. Сейчас я тут разберусь, что у нас тут. Ловушки. Итак, ладно. Продолжим, да, о разработке ПО. Итак, что нужно еще? Ну, много всего нужно, но мы все разбираем по порядку. Нужно определить тип программного обеспечения, над которым вы работаете. Обобщая больше, чем 20 лет исследований, разработки программного обеспечения, Кейперс Джонс, руководитель исследовательских работ в компании Software Productivity Research, заявил, что он и его коллеги сталкивались с 40 разными способами, разными методами сбора требований, 50 вариантами проектирования программного обеспечения и 30 видами тестирования, применявшимися в проектах, реализуемых больше, чем на 700 языках программирования. Вот так вот, товарищи. Больше, чем 700 языков программирования. Так, это не хочет говорить с этой, это тоже, а это кто? Так, разные типы проектов призывают к разным сочетаниям подготовки и конструирования. И каждый проект уникален. И обычно, но, обычно проекты подпадают под общие стили разработки. Но не все, есть такие проекты, которые особо не подпадают. Так, сейчас я с этим поперетру. Перетру. Так, я сипи-пи-пи-проста. Так, какое дело? Я хочу кое о чем спросить. Расскажи мне про... Ой, блин, про круг. Так, спросить про круг. О, это... Это какая-то гильдия воров, да? Так, я хочу присоединиться. О, как приятно, для первого знакомства. В тест. Что за тест? Найдешь дом. Хайтауэр. Обокрасил. Хорошо. От квеста я взял, не обязательно... О, 900 опыта получил. Не обязательно воровать. Там, правильно? Да елки-палки, расставили ловушин. Вот, квеста получил. Там сейчас, в хабе, тут на высотах, где-то это хатка. Хайтауэра. И... И-и-и... И-и-и. Итак. Тут в книге такая табличка, в которой... Ну, описаны оптимальные методы работы над программными проектами трех популярных типов. Ну, я сейчас попробую это все зачитать. Лучше, конечно, в книге это посмотреть. Но, тем не менее, я это попробую. Итак. Первый тип... Проектов, да, обобщенный такой. То есть, что это такое? Это бизнес-системы. То есть, в общем, называется бизнес-системы. Так. Тут внизу эти торговцы. Схожу-ка вот сюда. Он говорил, где-то на высотах. Давай-давай. Так. Бизнес-системы. Что это такое? То есть, типичное приложение для бизнес-систем – это интернет-сайты. Сайты в интерсетях. Системы управления материально-техническим снабжением. Игры. Системы управления информацией. Системы выплаты. Заработной платы. То есть, это все попадает под бизнес-системы. О, высоты. Круто. Хайтауэра надо найти. Где я? Опа. Тут Хайтауэр походу есть. Походу. Так. Вот какой-то чувак стоит. Итак, модели жизненного цикла этой бизнес-системы. Это гибкая разработка. То есть, это экстремальное программирование. Методология скрам. Разработка на основе временных окон. И так далее. И эволюционное прототипирование. Так. Планирование и управление этих бизнес-систем. Это инкрементное планирование проекта. Планирование, тестирование и гарантии качества по мере надобности. Неформальный контроль над изменениями. Так. У меня послание от... Меня зовут. Меня Леон впустил. Эй, слышишь? Че ты такой борзый? Ооо. А че это они? Ребята. Так. Выработка требований к этим бизнес-системам. Это неформальная спецификация требований. Так, короче, я, наверное, эту табличку зачитывать не буду, потому что ее лучше так, книгу открыть и почитать, и посмотреть. Лучше продолжим дальше. Итак, работая над реальными проектами, вы столкнетесь с бесчисленными вариациями на три темы, указанные в этой табличке. Однако, можно сделать и некоторые общие выводы. При разработке бизнес-системам, предпочтительно использовать высокоитеративные подходы, при которых планирование, выработка требований и проектирование архитектуры перемежаются с конструированием, тестированием системы и гарантией качества. Системы, от которых зависит жизнь людей, требуют более последовательных подходов, поскольку стабильность требований одно из условий высочайшей надежности системы. Ну да, вот я три типа программного обеспечения, в принципе, сейчас скажу. То есть, первый бизнес-системы сказал, второй тип – это системы целевого назначения, это встроенное программное обеспечение, это игры, это интернет-сайты, это пакетное программное обеспечение, это программные инструменты и веб-сервисы. И третий тип – это встроенные системы, от которых зависит жизнь людей. То есть, это авиационное программное обеспечение, встроенное программное обеспечение, ПО для медицинских устройств, операционные системы и пакетное программное обеспечение. Так, что мне делать с этими? Они все красные и что-то говорить не хотят. Может их перестрелять? Что же, меня интересует? Опа! И сразу… Блин. Ладно. Нормально. Его расколбасило. Спляшешь на моей могиле? Да, конечно. Сюда зайдем. Кто-то там при смерти. Только я тоже как бы не особо здоров. Так, где тут патрончики? Вот они. Так. Идем дальше. Влияние итеративных подходов на предварительные условия. Блин, круто так. Такую колбасу крошит. Ну, это уровень насилия, по-моему, на максимум стоит. Если поменьше его поставить, то они не будут так жестоко помирать. Надо валить отсюда. Так. Так, кто утверждает, что при использовании итеративных методов не нужно особо возиться с предварительными условиями. Итеративные подходы ослабляют следствие неадекватной подготовки, но не устраняют их. Блин, очередь надо было. Но не устраняют их. Так, тут у нас тоже есть табличка, в которой описано влияние невыполнение предварительных условий на последовательные и интерактивные проекты. И фишка в том, что в конечном итоге, ну, тут в общем, да, приводится, но в конечном итоге общая сумма проекта при первом подходе, это последовательный подход без выполнения предварительных условий. И общая сумма тут получается типа миллион долларов. А при втором подходе получается общая сумма 875 тысяч. И в чем же тут фишка? Так, фишка в том, что затраты на работу в обеих случаях тут степень, ну, разная степень завершения, то есть тут 20, 40, 60, 80 и 100%. Так вот, на каждой степени этой стадии тратится по 100 тысяч долларов. А затраты на исправление дефектов по нулям. Так вот, в конце проекта эти все затраты на исправление дефектов при первом подходе составляют полмиллиона долларов, то есть 500 тысяч. Блин, я тупо нул, не перезарядился. При втором же подходе, при втором подходе все то же самое, степень завершения проекта, то есть, а второй это итеративный подход. И затраты на работу все тоже и остается по 100 тысяч долларов. Но затраты на исправление дефектов на каждой стадии проекта выливаются в сумму 75 тысяч. И в конце, в конце проекта затраты на исправление дефектов равны нулю, так как они исправляются на каждой стадии. Соответственно, и сумма меньше. И сумма меньше, блин. Какой-то мощный этот. Так, перезаряжусь. А, нет очков. Какой-то серьезный парень-то. Ну при смерти, ну блин, что-то он... А, все, побежал. Эй, эй. Воу, воу, ты куда? Че, он совсем убежал? Блин. Ладно. Итак, итеративный проект сокращенной программы выполнения предварительных условий или без нее отличается от аналогичного последовательного проекта двумя аспектами. Во-первых, при итеративном подходе затраты на исправление дефектов обычно ниже, потому что дефекты выявляются раньше. И все же это происходит в конце каждой итерации. На помощь. Вот и мудин сейчас. Но, так как оно все равно на каждой итерации происходит, но исправление дефектов требует повторного проектирования, кодирования и тестирования фрагментов программного обеспечения. Надо эту, походу, тоже убить. Соответственно, вот это вот исправление требует повторного проектирования, кодирования и тестирования фрагментов программного обеспечения. Что делать затраты более крупными, чем они могли быть? Во-вторых, при... Блин, кого-то я не убил или что? Это вот этот мудин убежал куда-то, блин, за край карты. Я теперь его не найду. Во-вторых, при итеративных подходах затраты распределяются по всему проекту. Они группируются в конце. В конце концов, при итеративных подходах... Точнее, и при итеративных, и при последовательных подходах общая сумма затрат окажется похожей. Но в первом случае, то есть, на первый случай, это последовательный подход, она не будет оказаться столь крупной, потому что она будет уплачена по частям. Одно популярное практическое правило состоит в том, чтобы заблаговременно определить около 80% требований. Предусмотреть время для более позднего определения дополнительных требований и выполнять по мере работы систематический контроль изменений, принимая только самые важные требования. Возможен и другой вариант. Вы можете определить заранее 20% только самых важных требований и разрабатывать оставшуюся часть программного обеспечения небольшими фрагментами, определяя дополнительные требования и дорабатывая проект приложения по мере прогресса. Итак, идем дальше, да, и дальше у нас тут выбор между итеративным и последовательным подходом. Степень, в которой предварительно условия должны быть выполнены перед, наперед, точнее наперед, да, зависит от типа проекта, формальности проекта, технической среды проекта, возможностей сотрудников и бизнес-модели проекта. Вы можете выбрать более последовательный подход, при котором вопросы решаются заблаговременно. Если, то есть последовательный подход, это тогда, когда мы вопросы решаем заблаговременно. Так вот, вы можете выбирать, если требования довольно стабильны, проект приложения прост и относительно понятен, группа разработчиков знакома с прикладной областью, проект не связан с особым риском. Важна долговременная предсказуемость проекта. Затраты на изменение требований проекта приложения и кода, скорее всего, окажутся высокими. Так, сейчас, о, ожерелье, походу, у меня тут задание было обокрасть, но надо было что-то такое принести, походу, вот это ожерелье и есть. Итак, дальше. А, вот и все. То есть, это те условия, при которых можно выбирать последовательный подход. Более итеративный подход, при котором вопросы решаются по мере работы, можно предпочитать, либо выбирать, если. Если выполняются следующие требования. Сейчас я вам их зачитаю. Если требования относительно непонятны, или вам кажется, что они могут оказаться нестабильными по другим причинам. Далее. Если проект приложения сложен, не совсем ясен, или и то, и другое. Если группа разработчиков не знакома с прикладной областью. Если проект сопряжен с высоким риском. Если долговременная предсказуемость проекта не играет особой роли. И если затраты на изменения требований проекта, приложения и кода, скорее всего, будут низкими. В этих случаях, как уже было сказано, можно предпочитать итеративный подход. Но везде, на самом деле, нужно думать. Потому что каждый проект может быть... Ну, некоторые проекты могут быть уникальны, в которых не все это можно применять. Но всегда надо думать, короче, вот так вот. Итак, зайдем дальше. Как бы то ни было, итеративные подходы гораздо эффективны, чаще. То есть, они эффективны гораздо чаще, чем последовательные. Ну, я как бы, да, согласен с этим. Когда по мере разработки проекта идет его исправление, доработка. Конечно же, надо сначала продумать основную архитектуру. Ну, а дальше уже подпиливать. Так, вы можете адаптировать предварительные условия к своему конкретному проекту. Как считаете нужным. Сделав их более или менее формальными или полными. Суть предварительных условий конструирования в том, что вам следует сначала определить, какие из них уместны для вашего проекта. В некоторых проектах предварительным условиям уделяется слишком мало времени. Что приводит к дестабилизации на этапе конструирования. И препятствует планомерному развитию проекта. Хотя этого можно было бы избежать. В других проектах слишком много работы выполняется наперед. Программисты, работающие над такими проектами, слепо следуют требованиям и планам, которые вследствие оказываются неудачными. Это также может снижать эффективность конструирования. Так, так, мое заявление не хочу. А, вот, а вот ожерелье. О, новый уровень. Спасибо, ребятки. Так, сейчас я тут что-то выберу и продолжим. И продолжим говорить. Тут следующая глава. У нас предварительные условия, связанные с определением проблемы. Вот об этом и будем. Ну, не говорите, вы будете слушать. Так, размах. Плюс два к силе. Нет. Прилежный ученик. Да не фигня это все. Разведчик. Цель. Разведчика. Искать новые и интересные места. Да, шанс найти особое место. Давайте попробую. А наблюдательность? Не, мне не надо. Вот разведчик. Может быть, когда буду ходить по пустоши, кого-то интересно встречу. Так, и мне надо прокачать легкое оружие. По-любому. Легкое оружие. Потому что... Потому что... Теперь надо сохранить. О, я знаю еще, что я после этого сделал. Я пойду и убью там возле Шэнди Шэнс были вот эти банда ханов. Они мне тогда не понравились. Я тогда еще на кулаках с этим дрался. С главным. Они поубивали много людей и животных всяких. Поэтому их надо тоже убить. Вот что я сделал. Так, есть задание. Внимательно слушаем. Когда-то давно мой отец заложил свои часы. Они, так как они очень старые, дорогие. Часы? У меня же вроде были. Я какие-то часы... О, для крошки Джасмин. Вот же она. Да, круто. Я сразу второй квест выполню. 500 единиц опыта. 5 единиц кармы. Красавчик. Так, получается 11... Нет, 9,5 тысяч опыта надо еще, да? 9,4 тысяч опыта. 9,393, блин. Так, ладно, тогда нормально. Как вы видите, выполнил сразу же еще квест за часы. Так, пойду-ка я тогда к ханам и перестреляю всех. Во. Но для этого мне, наверное, надо пойти куда-то все эти патрончики, все это куда-то скинуть. А идти я буду в склад где-то был. Это я не помню, в хабе, по-моему, да? Так, ладно, продолжим, пока я тут буду искать то, что я хочу. Итак, первое предварительное условие, которое нужно выполнить перед конструированием. Это ясное формулирование проблемы, которую система должна решать. Это еще иногда называют видением продукции. формулирование точки зрения, формулированием задачи или определением продукции. То есть, это разные названия. То есть, Стим Маккона будет это все называть определением проблемы. Так, что это такое определение проблемы? Это просто формулировка. Сути проблемы. Без каких-либо намеков на ее возможное решение. Оно может занимать пару страниц. Но обязательно должно звучать как проблема. Так, сейчас, а где-то я был. Это, наверное, могильник. Помните, там склад был? О, да, крепость. Не, вот, не, крепость. Так, это просто формулировка. Ну, я уже сказал, да? Так, и фраза. Наша система Gigatron не справляется с обработкой заказов. То есть, эта фраза звучит как проблема. И является хорошим ее определением. Однако, фраза. Мы должны оптимизировать модуль автоматизированного ввода данных. Чтобы система Gigatron справлялась с обработкой заказов. Плохое определение проблемы. Оно похоже не на проблему, а на решение. Ну, совершенно верно. Тут уже это не проблема, а просто описывается, что как бы надо сделать. Так, давайте-ка я ему это все продам. О, тут же, по-моему, руки смерти вот эти есть. Я, походу, пойду и их еще поубиваю. Определение проблемы предшествует выработке детальных требований. Которое является более глубоким исследованием проблемы. То есть, определение проблемы на самом нижнем уровне этапа разработки. То есть, самым-самым внизу, если так брать. Так, что это у нас силовой кастет. У меня такой же, да, боевой дробовик, да. Так, надо бы что-то докинуть. Патрончиков может. 4 700. Несерьезно. Ну, вот так пойдет. Так, так, так. Сейчас продолжим дальше. Сколько у меня там хоть деньжат? Ого! 15 тысяч. Круто. И патронов немало. Время сохранится. Так, проблему следует формулировать на языке, понятном пользователю. А сама проблема должна быть описана с пользовательской точки зрения. Обычно проблему не следует формулировать в компьютерных терминах. Потому что оптимальным ее решением может оказаться некомпьютерная программа. Допустим, вы нуждаетесь в вычислении годовой прибыли. Вычисление квартальной прибыли вы уже компьютеризировали. А если вы застрянете на программировании, то решите, что... Так, темно, переночую-ка это. То решите, что в имеющееся приложение нужно просто добавить функцию вычисления годовой прибыли. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Затратами на оплату труда разработчиков и тому подобное. Вы не можете здесь отдыхать? Да ладно, почему это? Оу-оу! Как так-то? Слышишь? Уже темно. Блин. Ладно. Там вроде руки смерти. Ну, повоюем-то, да. Ну, чё? Эй, где вы, твари? Уидь, 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 идите сюда. Нету. Они, наверное, днем вылазят. Как чужие. А, не, вон она, вон она, вон она. А если же вы малость подумаете, то просто чуть поднимите зарплату секретарю, который будет один раз в год суммировать 4 числа на калькуляторе. Как бы, да, вроде бы, казалось бы, проблема, понятно, как ее решать. Но на самом-то деле, все оказалось гораздо проще. О, так я, в принципе, сейчас пойду и завалю эту матку. Так, идем дальше, идем. Исключение из этого правила допустимы. Если проблема связана... Если проблема связана... Сейчас я найду этот спуск. Где он был? А где этот вход был? Не, ребятки, надо переночевать. Я так не могу. Ничего не видно. Это могильник-склад. Я сейчас на склад приду, я сейчас выйду отсюда. Так, исключение из этого правила допустимы. Если проблема связана с компьютерами, программы компилируются слишком медленно, или инструменты программирования полны ошибок, в подобных случаях проблему можно сформулировать в компьютерных, привычных для программистов терминах. Не имея хорошего определения проблемы, можно потратить усилие на решение не той проблемы. Тоже совершенно верно. Можно решать не то, что на самом деле нужно. Блин, надо очередь включить. А что, не идёт дальше? А где тут выход? Ну вот же выход. Неудачное определение проблемы грозит пустой тратой времени на решение не той проблемы. Разумеется, нужную проблему вы при этом тоже не решите, что, соответственно, увеличит скорость и стоимость разработки. Так, предварительные условия, связанные с выработкой требований. Надо полазить вот так вот до утра. Ого, уже, блин, уже вечер. Надо ещё раз до утра. Наверное, вот так вот. Во-во-во. И мне на склад. Во-во-во. И надо найти... Найти... Где-то ж вход был, да? Итак, предварительные условия, связанные с выработкой требований. Требования подробно описывают, что должна делать программа, программная система. А их выработка – это первый шаг к решению проблемы. А выработка требований также известна, как разработка требований, анализ требований, анализ, определение требований, спецификация или функциональная спецификация. 34. 34. Требования подробно описывают, как разработка требований. Ого! Так, надо, 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 что-то делать, ребята. Подожди. Так, зачем нужны официальные требования? Важность явного набора требований объясняется несколькими причинами. Явные требования помогают гарантировать, что функциональность системы определяется пользователем, а не программистом. Дальше. Если требования сформулированы явно, пользователь может проанализировать и утвердить их. Если явных требований нет, программисту обычно самому приходится вырабатывать их во время программирования. Явные требования позволяют не гадать, чего хочет пользователь. Кроме того, наличие явных требований помогает избежать споров. Вот, вот это, это на все 200%. Есть явные требования, есть бумажка, где все написано, есть подписи и не колышет. А если что-то надо дорабатывать, всегда можно обосновать. Это будет занимать столько-то времени, это будет стоить столько-то. Поэтому, да, здесь согласен на все 300% даже. Требования позволяют определить функциональность системы до начала программирования. Если вы не согласны с другим программистом по поводу каких-то аспектов программы, вы можете разрешить споры, взглянув на написанные требования. Внимание к требованиям может свести к минимуму изменения системы после начала разработки. Вот это было неожиданно. Обнаружив при кодировании ошибку в коде, вы измените несколько строк и работа продолжится. Если же во время кодирования вы найдете ошибку в требованиях, придется изменить проект программы, чтобы он соответствовал измененным требованиям. Возможно при этом придется отказаться от части старого проекта. А поскольку в соответствии с ней уже написан неверный код, на реализацию нового проекта уйдет больше времени, чем могло бы. Чем могло бы. Вы также должны будете отказаться от кода и тестов, на которые повлияло изменение требований и переписать их заново. Даже код, оставшийся нетронутым, нужно будет заново протестировать для гарантии того, что изменение не привело к появлению новых ошибок. Как вы помните, исследования, ну, я какие-то читал, какие-то нет, проведенные во многих организациях, свидетельствуют о том, что при работе над крупными проектами, исправление ошибки в требованиях, обнаруженной на этапе проектирования архитектуры, обычно обходится в трое дороже, чем исправление аналогичной ошибки, найденной на этапе выработки требований. Такая же ошибка, обнаруженная при кодировании, обходится дороже, уже в 5-10 раз. При тестировании системы в 10 раз, а после выпуска программы в 10-100 раз. А в менее крупных проектах с меньшими административными расходами последний показатель ближе к 5-10, чем к 100. как бы то ни было, дополнительные расходы нужны вам меньше всего. Чем их меньше, тем лучше. Адекватное определение требований одно из важнейших условий успеха проекта. Возможно, даже более важное, чем использование эффективных методов конструирования. Определению требований посвящены многие хорошие книги, поэтому в нескольких следующих разделах, которые мы будем читать, Стив Макконнелл не будет это все повторять. А вместо этого мы научимся научимся узнавать, хорошо ли определены вот эти вот требования. Да, требования. Так. Да что ж ты будешь делать? Стреляем в голову. Сейчас пробую прицельными. Нет. Надо подойти, что ли. А если я подойду? О! Критическое ранение в голову. По идее, сильно нас бить не должна, потому что башка-то у нее простреляна. Как можно промазать? Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Лечимся. Итак, что у нас тут дальше? У нас тут дальше миф о стабильных требованиях. Ну что же, сейчас прочитаем этот миф. А со спины бить нечестно, если ты тварина не знала. Блин. Только не сбей. Главное, чтобы не сбило с ног. О! Гол. Бэмс! Что, промазал? Нет. Так, стабильные требования это святой грааль разработки программного обеспечения. При стабильных требований ниях смена этапов разработки и архитектуры, проектирования, кодирования и тестирования приложения проходит происходит упорядоченно и предсказуемо. Ух ты, ребятки, у меня нет молота, оказывается. Круто. И это просто рай для разработчиков. Согласен. Когда все проходит спокойно, все четко, ясно, это просто классно. Да. Вы можете, в таком случае, вы можете точно планировать расходы и совсем не волнуетесь о том, что реализация какой-то функции обойдется в 100 раз дороже из-за того, что клиенту она придет в голову только после отладки. Да, блин. Че-то мне кажется, если я сейчас, короче, помру, то я не буду ее дальше бить, я пойду тех мудаков поубиваю ханов. Потому что это че-то бесперспективно. Вот я в нее стреляю, стреляю, она меня сбивает. Если бы она меня хоть не сбивала сноха, то я на то, чтобы встать, трачу очки действия. Ну вот, смотрите, тварь. Ах ты, мразь. Вот, ну, сколько в нее можно упашить? И она до сих пор выглядит только раненой. А после раненой обычно там еще критическое ранение. То есть, это еще не критически, она не ранена. Это еще будет продолжаться долго и долго. Это был бы миниган, то было бы, конечно, круто. Да нафиг. Это нереально. В голову сколько, блин, может, не в голову, может, в ногу ее надо стрелять. Казалось бы, если у тебя башка простреляна, ты должна мазать, а не сбивать меня с ног. Тупорылы этой. правую руку, а как она меня бьет? Правая рука и отстрелить. А, в глаза 69. Красавчик, промазан. Короче, блин. Итак, говорим дальше о мифах, миф о стабильных требованиях. Всем нам хотелось бы надеяться, что, как только клиент утвердил требования, никаких изменений не произойдет. однако, чаще всего клиент не может точно сказать, что ему нужно, пока не будет написан некоторый код. Проблема не в том, что клиенты более низкая форма жизни. Подумайте, чем больше вы работаете над проектом, тем лучше вы его понимаете. То же самое относится и к клиентам. Процесс разработки помогает им лучше понять собственные потребности, что часто приводит к изменению требований. Если вы планируете жестко следовать требованиям, а на самом деле вы не собираетесь реагировать на потребности клиента. Какой объем изменений типичен? Исследования проведенные компанией IBM и других компаниях показали, что при реализации среднего проекта требования во время разработки изменяются примерно на 25%. Так, вот это по-моему лагерь. На что приходится, то есть требования во время разработки изменяются примерно на 25%. На что приходится 70-85% объема повторной работы над типичным проектом. Вот так возможно вы считаете, что понтяк ацтек самый великолепный автомобиль, но когда самый великолепный автомобиль из когда-либо созданных являетесь членом общества верящих в плоскую землю и каждые 4 года совершаете паломничество на место приземления инопланетян. А если это так можете и дальше верить в то, что требования в ваших проектах меняться не будут. Если же вы уже перестали верить в Санта Клауса или хотя бы прекратили признаваться в этом, вы можете кое-что предпринять, чтобы свести зависимость от изменений требований к минимуму. Ну да, интересные аналоги, но в целом так оно и есть. я не знаю, я еще не встречал таких проектов, это я от себя говорю, в которых бы все было четко определено на старте и ты четко следовал требованиям и писал. Ну не было пока такого. я конечно же и не так уж много проектов не так много проектов и там писал, но блин, рейдеры вот это не да. Но это часто, когда на ходу переобуваются и меняют требования. Ну тоже логично, да, мы сами пишем проект и узнаем что-то новое, лучше понимаем, а клиент тем более. Клиенту хотелось бы хочется одно, но со временем он понимает, что нет, он не это хотел или неправильно выразил мысль или еще что-нибудь. Так, давай, до утра сейчас перетерплю. Ну как бы в следующем видео конечно же продолжим, просто я уже сейчас не буду продолжать, я сейчас перебью этих хану и все. А дальше, дальше, в следующем видео продолжим. Классное чтение и будем, я буду зачитывать что делать при изменении требований во время конструирования программы. О, нормально, они сразу в бой, это мне легче, потому что не надо там говорить некрасивые слова и все такое, они сами полетят, тем более они вообще лохковские с копьями. да, но дело в том, что если они меня окружат, то это будет не очень весело. Так, одного завалили. О, красавчик подстрелил своего, это мой, наверное, дружбан, мой фанат, который как бы типа, типа я на самом деле не бандит. Я всегда хотел помогать людям. Ну, и на самом деле кто к нему придерется, да? Он типа вроде и стрелял в меня, ну, вроде бы, да? Ну, не попал, так получилось. Держи, сейчас дыхай, я же очередью стреляю. Походу у этого патроны закончились, но этого надо добить. а че ж ты не стрелял? ладно. Извини, друг, но так получилось. Мне пришлось тебя убить, потому что ты хотел убить меня. тем более, тем более, то, что я думал их убить, это одно, но дело в том, что я пришел, ну, как бы, я слова плохого не сказал, а он сразу с копьем на меня. ну, это ж некрасиво. Я отошел, ну, как бы, ну, ничего плохого им не сделал, а они сразу драться. Где вы, где вы, твари, выходите. Ах ты мразь. О-о-о-о, с пухами. А ну иди сюда, гнида. Так, что там еще? Там вон еще какие-то тетки стоят. На тебе. Отойду сюда. Ага, это она убегает. Во-о-о, колошматит их классно. Главного надо завалить. Надеюсь, он не забежал на край карты. То один такой уже был. убежал. А у него там ништяков походу много. Он такой мощный был. Вдохни. Куда ты бежишь? Куда вы такие смелые все? А как как так так сразу разбегаться? Нет? Еще кто-то есть? Кто? Я тебя убью лично. Ты мудила. Пока там твои дружбаны погибали, ты тут стоял. убьет меня лично. Убегает. Куда вы бегаете, не бойтесь. Не бойтесь, я вас не буду стрелять. бежим от меня ай блин перезарядка от меня не убежишь так надо бы наверно сюда выйти это по моему вот эти девки ни при чем да нет и не агрессивные вроде это на просто так то подруги пощади да не буду эти убивать пощади надо с этим еще разобраться расчехлились там перебил уже всех и этот но это наверно стоят так думал там можем меня не тронет типа может он сейчас уйдет я тут стану главным нет такой же перезарядка 200 за освобождение раба 200 за какого а вот эти на рабыни были так чтобы не забыть я сейчас надо полазить заперто я сейчас все пооткрываем мало ли может там еще какой-то раб нету никого никто тут не спит вроде нету так ящичек столик о патрончики это чё коктейль молотова в холодильнике новые упоротые в холодильнике хранить курточку это конечно сильно но это же был холодильнику до холодильник нормальный ход холодильники так теперь надо этих промародерить да то у них нормально тут вещей смотрите это все можно загнать по нормальным ценам ого извините вы столько не поднимите жаль эй ты же походу из бандитов ну да а вон еще иди сюда чё вы морозитесь какие то вы неправильно бандиты на морозе там стоите блин плохо что я все не подыму потому что если я сейчас бегаю если я сейчас бегаю в ближайший магазин чтобы это все продать то трупа наверно уже не останется это печально давайте хоть крышки позабираю блин тут столько добра да вы если это что-то ждете то не ждите я тут это все доделаю и все на сегодня а в так то в целом как бы типа там подписываемся и все такое конечно же имеет место быть делимся видео комментируем хотя что человек комментировать когда эта запись выйдет уже пройдет немало времени там уже будет сверху еще другие записи блин 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 чё это это хаб где он хаб это них не то чё это за это наверное могильник не это не могильник это наверное сейчас попробую сюда я просто сходить хочу сейчас джонг там не кому-то продать вот эти все вот эти все шмотки избегать обратно бизнес-центр чё опять ночь не повезло сейчас я попробую сбегать general или к этой тетке у нее книжек вроде уже не осталось и вроде все все вымутил деньжат у нее мало учебник первой помощи ну да ладно хоть что-нибудь 500 90 900 о 350 да так она скидка мне фиг сделает поэтому надо докинуть сколько докинуть то получается сколько там 26 чешу 20 ой блин 20 во вот так вот так больше у нее такого ничего нет значит значить прочитаю к я книже эти две книжечки а тут можно читать а да можно прям прям в инвентаре можно читать правой кнопкой и и и вот так вот так мне надо по продавать но скорее всего еще сбегу там этих трупов уже не будет ну не будет так и не будет на этом и закончим вот еще 200 1500 уже что у него тут еще есть интересно интересно походу а ну патрончики вот эти блин 2000 что дорого он берет за эти патрончики это мне надо это чё психа психа надо мне или не надо да ладно пофиг пригодится 1700 2500 2600 ой блин коктейль может мне пригодится я в эту в ту в тварину то буду кидать в матку вон ту так и сколько ему надо еще это 50 одну крышку да держим 51 есть в принципе нормальным денег то принципе я собрал уже немало это можно уже прикупить что-то такое какую-то винтовку снайперскую так надо вот сюда в ганс в ганс ганс так мне надо кое-что купить вот еще 800 это все скидываем не походу все я не скинул нормально броня кстати стоит 3600 4 300 скинул скинул все нормально 3600 пиво мне не надо граната мне не надо чё придется баблишко докинуть да это сколько надо это 180 плюс 380 это 563 или сколько получается 563 да угадал угадал блин 197 патрончики наверное не давать детям до трех лет да не вопрос детям до трех лет давать не будем почему блин а как бы так сил у меня и так 10 ну и ладно ладно попробую я туда еще сбить бегать хотя давайте я это уже вне записи я сейчас туда сбегаю вот и попробую еще шмоток намутить поэтому на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся ставим лайки комментируем ну и все такое всем пока